Всем привет! Здесь расклад на тему «Жизненное предназначение». Для чего вы родились, ваша дорога в жизни, и в чём вы необычны, чем вы отличаетесь от других, в чём ваша дорога, в чём ваша особенность. И для этого я зажгла свечу, которая представляет собой ваш гороскоп. То есть это символ Солнца на свече, говорит о том, что я прошу у вашего Солнца, у вашего гороскопа, во-первых, очистить вас от любого негатива одновременно и показать вам ваше жизненное предназначение. Расклад актуален именно в тот момент, когда вы его нашли. Давайте будем смотреть. Кстати, я раскладываю для вас, буду карта «Симболон». Это очень хорошая карта, смотреть именно по гороскопу, по знакам зодиака, смотреть жизненное предназначение. Вообще эти карты очень понятные. Символы на картах будут вам понятны. Может быть, не всё, что я скажу, будет резонировать. Кое-что в одном месте, кое-что в другом. Но символ будет разговаривать с вами индивидуально. Итак, в чём же ваше жизненное предназначение? Давайте начнём с Овнов. Если вы относитесь к Овнам, по Солнцу, Луне, Венере или Асценденту, то есть восходящему знаку, в чём ваше жизненное предназначение Овны? Консультант какой-то вы, консультант и медитации, молитвы, духовная деятельность. Именно, знаете, не обязательно духовная, чисто религиозная, нет. Здесь вот карта Будды говорит «духовная деятельность». Деятельность, чтобы людям помогать видеть их путь, и вообще им быть компаньоном, чтобы иметь семью, детей, быть в какой-то партнёрстве на работе, иметь, быть хорошим сослуживцем. То есть людям с вами должно быть очень приятно. Ваше жизненное предназначение в консультации, в поддержке, может быть, в каких-то добрых советах. Но это может быть консультация, начиная с косметологии, там, дизайн, до финансовой консультации, но в консультациях. Итак, если вы телец, продолжайте смотреть, потому что все 12 знаков есть у вас в карте рождения. Если вы телец, о, богатство. Квантовый скачок, что касается богатства. Здесь, может быть, вы будете финансовый работник, либо финансист какой-то, да, связанный с экономией, экономист. Ну, деньги, будете распоряжаться своими, ну, чужими деньгами распоряжаются, это тоже такие консультанты финансовые. А здесь вы можете очень хорошо зарабатывать. Тоже это бизнес, вы можете быть успешным в бизнесе. И да, это квантовый скачок для вас. Занимайтесь там математикой, бухгалтер. У нас в Канаде бухгалтер – это очень хорошая специальность. Это большие деньги. То есть что-то связано с деньгами. Интересный расклад. Если вы относитесь к знаку зодиака близнецы. Ой, смотрите. Во-первых, вы можете быть актером, или каким-то spokesperson, или представителем фирмы. Вести переговоры, рассказывать о чем-то, да. Salesperson, продавец такого высокого ранга. Ну, вам нужно одно качество в себе убрать. Это критику себя, это недовольны вы собой. Вот это все убрать. И тоже вы можете помогать людям вырваться из каких-то критических ситуаций. Например, консультируйте фирмы, как им сделать больше доход и так далее. То есть вот эта карта – самоизбиение, самообещевание. Говорит, что вам, чтобы продвигаться по жизни, ну, урок такой дается. Нужно избавиться от каких-то комплексов. Но вы можете быть человеком, который является лицом компании, например, да. Или своей компанией может иметь. Не ругайте себя, вы талантливы. Так, теперь давайте для рака посмотрим. Тяжело несете что-то. А, тяжесть какая-то, да. И тоже вот эта карта Снежной Королевы говорит, что иногда так бывает, что раки – это очень чувственные люди, чувствительные люди, которые все берут близко к сердцу. И у вас жизненный урок – это немножко абстрагироваться, немножко быть так с холодным умом. Потому что когда человек волнуется или эмоциональный, он не может правильные логические решения принимать. А как бы с холодным умом вам предлагается все делать, что вы делаете. И карта, вот эта карта Козерова иногда бывает, да. То есть Козерова может ваш партнер быть. Тяжело нести. Вам ваши эмоции, напряжение тяжело нести. Разгрузиться. Мужчина вы на себя сильно много берете. И домашние дела, и работу. Разгрузитесь. Ваше жизненное предназначение будет видно, когда вы разгрузитесь. Разгрузитесь и станете более… Не то чтобы хладнокровно, но логически просчитывать все в своей жизни. Ну и тогда будет предназначение видно. Ну вообще-то у вас много работы будет в жизни, много интересной работы. И главное – не витайте в облаках. Такие вам советы. Смотрим теперь для львов. Ваше жизненное предназначение. Работать в команде. Может быть, это команда на работе или дома. Семья. Все вместе. Это может быть домашний бизнес. И здесь ученик и учитель, видите. И тоже какое-то мечтание. Вот то, о чем вы мечтали. Например, вы себя видите таким маленьким, простым человеком. Но у вас в мечтах, вы просто в золоте, такой золотой рыцарь, да. Ну, не важно ваш пол. Но здесь вот мечтания ваши сбудутся. Обязательно. Вы можете иметь семейный бизнес, работать с кем-то в партнерстве. Или же семья, или же какие-то дела. И здесь вам нужно поверить то, что вы намного больше можете, чем вы сейчас делаете. То есть вы не верите в свои силы. У вас есть вот такое внутреннее ощущение, что вы можете намного больше по этой карте. Ну, и это все, конечно, притворить в жизнь получится, но в партнерстве. Это помощь тоже другим. Может быть партнерство, может садоводство, или занятие домашними делами, кулинария, вот такое все. Домашние дела. В этом вы очень преуспеете. Посмотрим для дел, делы. Какое ваше жизненное предназначение, какие особенности у вас есть. Защитник, добиваться своего, бороться с внутренними своими страхами. Помогать другим бороться со страхами. И защита. Защита, это может быть, вы можете служить в каких-то защитных органах, в армии, где вы можете действительно много дел хороших сделать, помочь, защитить, справедливые, справедливые, прекрасные. Ну, и это поможет вам побороть внутренние страхи. Вот по этим картам занимайтесь тем, чего вы боитесь как можно чаще, и страх уйдет. Раньше боритесь со страхами, а потом вы можете, ну, как это не бороться с жизнью, это побеждать. Вы будете побеждать буквально во всем, что вы захотите. Такой для вас расклад. Весы. Какое у вас предназначение весы? Ваше жизненное предназначение. Вот символон карта. Это карта символона. И еще карта в виде синхронности в общении. Вы можете быть прекрасным в партнерстве. Это может быть партнерство по бизнесу или по семье. Вы можете договариваться легко. Такой переговорщик, представитель компании опять какой-то, да, звено менеджмента, высокое звено. И это может образование какое-то вам еще можно получить. Ну, мы всю жизнь образовываемся, всю жизнь получаем какой-то больше опыт. Это очень счастливая жизнь, связанная с тем, что вы можете людям приносить много пользы. Может быть, это организатор праздников, да, или же по костюмам что-то. Ну, вообще-то, может, продажи одежды. Ну, что-то такое, где вы в компании работаете вместе, у вас есть свой магазин, свое представительство, и вы очень успешны. Именно дипломатия. Это тоже по дипломатии у вас проходит. Все хорошо. Смотрим для скорпионов. Какое у вас жизненное предназначение? Король. Вы король и королева. Видели, да, середины берут карты и король и королева. Ну, конечно, это королевская чета, это достаток, жизненное предназначение найти, успех, наверное, в делах, чтобы хорошо зарабатывать. Иметь прекрасную семью, прекрасную пару, прекрасный дом. Быть богатой. Ну, богатство говорит, что человек использует свои таланты. Вы сможете использовать свои таланты, это вас приведет к большому богатству. Также это иниянь, ваше женское, мужское, которое в балансе внутри вас. Вот. И найти себе пару, это достойная такая благородная, счастливая жизнь. И вообще владение, потому что королевская чета, владеть своей жизнью, это свобода тоже. Может быть, вы можете работать удаленно и даст вам свободу, потому что королевская чета, это про свободу. У вас будет свобода. Ваше жизненное предназначение. Здесь или торговля, или переговоры, общение, высшее образование, эти дипломы какие-то. Умение договориться, тоже в лицо компании, вот здесь я вижу это. И здесь защита. Защита, умение защитить себя, свои интересы, умение быть справедливым, честным, достойным, благородным. Это все про вас, это все про вас, это очень хороший распад. Да, может быть, вы можете сражаться с темными силами, заниматься очищением людей от негатива, вносить ясность в жизни. Вы можете добиваться чего-то, это как адвокат, добиваться чего-то, или помогать людям, помощник, и защищать людей, там, в суде, или же, ну, еще как-то. Может, даже врач здесь, можете быть врачом, Меркурий это врач, или же медсестра, то есть, помогать людям в области здоровья. Здесь вы очень талантливый человек, вы далеко пойдете. Посмотрим, для козерогов. Это карта в ответе, карта времени. Время пришло, залечить раны, потому что у вас очень серьезные раны, и они болят. Это связано с тем, что вас обидели, и прежде чем вы будете искать свою дорогу, вам нужно залечить раны какие-то эмоциональные, физически вы пострадали, это может быть как внутренние враги, так и внешние, глобального плана, вы очень сильно пострадали, вашу жизнь кто-то разрушил полностью. Время, время лечит, время залечит раны, и прежде чем говорить о жизненном предназначении, вам нужно прийти к себе, то есть, выздороветь, исцелиться, и этот расклад вас исцеляет, он вам помогает выздороветь, но у меня очень много раскладов на исцеление, это один из таких. Так что выздоравливайте, и начнем с вами искать ваш путь. Теперь посмотрим для водолеев, каково ваше жизненное предназначение. Интересно. У вас сильная связь с кем-то, которую нужно разорвать, это может быть с матерью, с сестрой, с братом, сильная связь с бывшим, с детьми. Эта сильная связь мешает вам найти себя, потому что вы заняты тем, что помогаете другим, не нужно, каждый человек здесь сам по себе ищет себя. Нужно разорвать какую-то связь, какая-то нить, ну, вами пользуются, это вампиры энергетические, вам нужно эту нить разорвать. А стратегия, какая-то, вы стратег, стратегия, вы сильны в этом, вы можете заниматься новыми делами, планировать в каком-то, в какой-то большой компании, именно в таком департмент, где планы строят на будущее, вы хорошо в этом, вы стратег, вы можете предвосхитить, вы можете посмотреть, что будет дальше, вы можете избегать ошибок, то есть, да, где-то на высоких постах можете быть, но вначале вам нужно отделиться от тех людей, которые тянут из вас силу, диктуют вам, как жить, что делать, они мешают вам идти по вашей собственной дороге, и шахмат это как таро, это действительно сценарии жизненные, чтобы вам пойти по своему жизненному сценарию, нужно избавиться от влияния других людей. Рыбы, ваше жизненное предназначение. Интересные карты, сейчас вы как в темнице, как будто бы в темнице, какие-то преграды есть между вами, вот как эта решетка тюремная, преграды между вами и вашими целями, и вам нужно отделиться от того человека, который вас тянет назад. Вот эта карта, вы здесь, видите, на каком-то таком, перелетная птица, вы должны вдохновение получить, оптимизм, перелетная птица, это и есть связь с высшим, вдохновение, оптимизм, чтобы подняться над собой, над новый уровень, и те люди, которые вас тянут вниз, они вот здесь остались внизу, вы можете идти дальше, можете развиваться, вы можете заниматься интересными делами, и вы можете найти себя. Найти себя, это значит потерять давление других людей на себя, на вас давит, вы должны и тому, и другому, и обязанности, которые на вас навесили, и вы еще сами добавили, вам нужно вот именно как бы возвыситься, воспарить над этим всем, вдохновиться тем, что вы ищете свой путь, как бы с высоко видно, можно найти свой путь, и тогда вот эта решетка пропадет, сейчас кто-то ограничивает ваши действия, кому-то выгодно вас держать в повиновении, и вам нужно понимать, что вы взрослая девочка или взрослый мальчик, вы никому ничего не должны, только от щедрости души можете помогать другим, но вот здесь вам нужно избавиться от этого чувства вины и начинать искать свой путь, но вначале избавьтесь от чувства вины или чувства критики себя и начинать искать свой путь, и мы вместе здесь с вами на моих видео будем искать это, я помогу вам искать свой путь, чтобы вы нашли свое жизненное предназначение, такой расклад, я всех благодарю, желаю всем счастья, пусть у вас все будет замечательно, пусть вам везет в жизни, пусть высшая сила вас оберегает и помогает вам, а мы с вами скоро и обязательно увидимся. Привет! В чем ваше жизненное предназначение? Расклад будет на картах символом, и он откроет небольшой расклад, маленький, конкретный, раскроет какую-то грань, у меня много раскладов на эту тему, жизненное предназначение, чтобы раскрыть грань того, как высшие силы видят вас, им сверху виднее, и что вы хотели сегодня, именно в тот момент, когда вы нашли видео, вам посоветовать.